Достоин 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 Ты Достоин Ты Достоин Иисус ты воздух мой которым я дышу там боже был там позже имя твое иисус выше всех имен спасение всех людей в имени твое иисус ты воздух мой которым я дышу там боже был там позже не таки как ты бог нет тебя прекрасный открой мои глаза что он знал я кто ты покажи на поле нас мое и память и куда призвал ты святой не таких как ты бог нет тебя прекрасный открой мои глаза что он знал я кто ты покажи на поле нас своей любовью и памяти куда призвал ты поведи поведи меня дух святой я строю свою жизнь на тебе на тебе на тебе упование мое иисус скала моя жизнь моя ты мой воздух буду строить жизнь твоей любви на крепком основании буду доверять я лишь тебе не буду доверять я лишь тебе не поколеблюсь знаю буду строить жизнь твоей любви на крепком основании буду доверять я лишь тебе не поколеблюсь знаю знаю святой не таких как ты бог нет тебя прекрасный открой мои глаза что он знал я кто ты покажи на поле нас своей любовью и своей любовью и своей любовью и память куда призвал ты святой не таких как ты бог нет тебя прекрасный открой мои глаза что он знал я кто ты покажи на поле нас буду строить жизнь твоей любовью и твоей любовью и память куда призвал ты буду строить жизнь буду строить жизнь твоей любви на крепком основании буду доверять я лишь тебе не буду доверять я лишь тебе не буду доверять я лишь тебе не поколеблюсь знаю буду доверять я лишь тебе не поколеблюсь знаю буду доверять я лишь тебе не поколеблюсь знаю буду строить жизнь твоей любви на крепком основании Буду доверять, я лишь теми не покорелюсь, знаю. Из мертвых воскрес ты, нет больше завесы, заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал ты и к жизни восстал вновь, не заглушить хвалы небес. Нет тебе равных, тебе неподобных, сейчас и вовеки прав, Господь. Твоё Бог всё царство, Твоя Бог вся слава, Твоё имя превыше всех. Нет тебе равных, нет тебе равных, нет тебе равных, тебе неподобных, сейчас и вовеки прав, Господь. Твоё Бог всё царство, Твоя Бог вся слава, Твоё имя превыше всех. Нет тебе равных, нет тебе равных, тебе неподобных, сейчас и вовеки прав, Господь. Твоё Бог всё царство, Твоя Бог вся слава, Твоё имя превыше всех. Твоё имя превыше всех. Твоё имя превыше всех. На этом месте, Иисус, Господь, Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы, Бог. И Твоё имя, оно выше всех имен, Господь. Твоё имя, оно больше греха, Божия. Твоё имя, оно больше смерти, Иисус. И превыносим Тебя на этом месте. Мы ожидаем Тебя на этом месте сегодня. Просим Тебя, благослови нас. Говори к нам. Мы ожидаем Тебя, Бог. И мы верим, что Ты сегодня здесь, Господь. Ты присутствуешь здесь. Хотя мы Тебя не видим, но мы знаем, что Ты здесь. И мы верим в это, Бог. Мы открыты для Тебя. Боже, благослови нас сегодня. Аминь. Вы можете присаживаться. И давайте воздадим всю славу Господу. Доброе утро, дорогие друзья, дорогая церковь. Особенно приветствуем еще раз тех, кто первый раз пришел. Спасибо, что Вы здесь. Добро пожаловать. Мы рады, что Вы здесь. Спасибо, что уделили свое время и пришли сегодня к нам. И в нашей церкви сейчас месяц Адвента. Адвент – это время ожидания и подготовки к Рождеству. И по такой традиции мы каждое воскресенье зажигаем одну свечу Адвента. И хотел бы немного сказать о том, что такое Адвент. Третья свеча сегодня – это свеча пастухов. Мы вспоминаем о том, как ангелы пришли и сообщили пастухам благую весть о том, что родился Мессия, о том, что родился Христос, о том, что пришел Спаситель Земли, о том, что Бог с нами. И мы вспоминаем, как ангелы сказали эту благую весть. И в честь этого мы зажигаем свечу. Время Адвента – это очень важное время. И мы можем проводить это время, готовя свои сердца в семье и также в церкви. Просто вспоминая о том, что сделал Иисус, что для нас значит Рождество. И для нас всех, как для церкви, было бы большой ошибкой сосредоточиться на Адвенте как таковом. Потому что Адвент, он куда-то нас направляет. Адвент, он направляет наш взгляд куда-то. Адвент, он направляет нас и наш взгляд к рождению Иисуса Христа. И поэтому давайте во время Адвента не будем забывать о том, ради кого этот праздник, ради кого Рождество, о том, в чем суть Рождества. И сейчас, когда мы будем зажигать свечу, я хотел бы пригласить кого-то из детей, если кто-то из детей может подойти, чтобы зажечь свечу Адвента. Если есть такие. Давайте поаплодируем. Как тебя зовут? Богдан. Богдан. Давайте поаплодируем Богдану. Сочи. Спасибо, Богдан. Когда ангелы сообщили эту благую весть о том, что родился Христос, это означало, что Бог стал человеком. Бог воплотился. Иоанна, первая глава, говорит о том, что слово стало плотью. И сегодня мы будем говорить именно об этом, мы будем говорить о воплощении. И давайте прочитаемся вместе текст, из которого я буду проповедовать сегодня. это послание к филиппийцам, послание к филиппийцам, вторая глава. Послание к филиппийцам, вторая глава. И я прочитаю с 6 по 8 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, и смерти на кресте». И давайте мы еще раз помолимся. Боже, спасибо, что Ты говоришь к нам через свое слово, Бог. Что Ты открываешь нам в своем слове. И что мы можем знать, какой Ты. Господь, спасибо, что Ты пришел. Боже, пускай это местописание, этот отрывок, оно станет сегодня реальным для нас, Господь. Боже, пускай Твое воплощение, оно будет реальным для нас. И оно будет реально в нашей жизни. Бог, чтобы Ты был в нашей жизни. Так, как Ты пришел в этот мир, Боже, так же пребывай в нашей жизни. Мы открыты для Себя сегодня. Аминь. И прежде чем мы будем говорить непосредственно о тексте, я хотел бы рассказать одну историю, которая поможет нам, историю своей жизни, которая, я верю, немножко поможет нам по-другому посмотреть на это местописание, на этот стих. Эта история... Мне было тогда 9 лет, около 9 или 10 лет мы тогда в нашей семье еще жили в Алмате. И на один из праздников мы очень просили родителей купить... Мы с моим старшим братом очень просили родителей купить нам... Это было тогда PSP, как бы игровая приставка. То же самое, что сейчас телефон. И мы очень просили наших родителей. И вот настал праздник... Я не помню точно, какой это был праздник, но это был какой-то из праздников. И мы открываем подарки, и нам с братом родители подарили именно это. Мы тогда были невероятно счастливы, мы были рады. После этого два дня мы просто с утра до вечера играли, потом нам родители запретили. Но два дня мы просто были очень счастливы, были очень рады. Спустя много лет уже, наверное, это было в подростковом возрасте, я узнал чуть-чуть, что было немножко за кадром того, что происходило там, что было за кулисом. Я узнал то, что я не знал тогда, в 9 лет. Я узнал, что у родителей на тот момент было финансово не самое лучшее положение. И что для того, чтобы сделать этот подарок, мой отец ночью таксовал, ночью работал. И днем он работал, служил в церкви и ночью таксовал. Я не знаю, когда он спал, я не знаю до сих пор, как он это делает, что он может не спать и просто постоянно работать. Я не знаю, как он это делал. Когда я узнал эти обстоятельства, когда я узнал то, что происходило за кадром, того, что я не видел до этого, мой взгляд на это событие поменялся. Я посмотрел на него по-другому, и это событие обрело для меня другую ценность, другое значение. Когда мы смотрим на Рождество Иисуса Христа, когда мы смотрим на рождение, на его жизнь, для нас это могут быть просто некие события. Иисус родился. Иисус родился, мы видим, что младенец лежит, родился младенец. Но когда мы видим то, что было за кадром, какая была мотивация у Бога, когда Он родился. Когда мы видим, когда Бог пускает нас немного за кулисы, то наш взгляд на этот отрывок, он меняется. И наш взгляд на Рождество меняется. И Рождество обретает для нас совершенно другое значение. Я верю, что этот отрывок из послания к филиппийцам, он приглашает нас к сердцу Бога, он приглашает нас во внутреннюю жизнь троицы, он приглашает нас, чтобы мы увидели то, что было за кадром, то, что было за кулисами, оно показывает нам сердце Бога, какова была мотивация Бога. И я верю, что если мы поймем, что происходило, что означало для Бога воплотиться, что для Бога означало родиться и стать человеком, то наш взгляд на Рождество поменяется. То же самое, как в моей истории. Когда я узнал, что означало для моих родителей сделать этот подарок, это событие обрело для меня другое значение. Для меня это был изначально просто подарок. Мне просто подарили подарок, это просто произошло. Просто событие, я рад. Но когда я начинаю понимать, что это стоило моим родителям, я воспринимаю это по-другому. И когда мы понимаем, что означает для Бога стать человеком, это обретает для нас другое значение. Итак, давайте перейдем к отрывку. И вместо классической проповеди из трех пунктов, сегодня будет только два пункта, в первую часть проповеди мы посмотрим, что этот текст значит для нас. Мы просто разберем значение текста. Что этот текст значит? Что здесь говорится? И затем мы перейдем к применению. Что этот текст значит для нас? Первый вопрос. Что этот текст значит? Второе. Что это значит для нас? Итак, давайте начнем с шестого стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. И в этом отрывке мы встречаемся с тем, что некоторые слова, они переведены не совсем верно. И из-за этого изначально можно неправильно понять. Когда здесь написано, он будучи образом Божьим, образом это не означает, что это только что-то внешнее, потому что мы привыкли понимать образ как образ, имидж, что-то внешнее. Но здесь это слово в оригинале означает, он будучи по сути Богом, он будучи по природе Богом. Внешнее – это как внешнее выражение внутренней реальности. Он был образом Богом, потому что он был Богом. Иисус был по сути Богом. И здесь опять Иоанна, первая глава, Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иисус был Богом. И он сейчас остается Богом. Но мы видим, что он, будучи по сути Богом, и давайте пойдем дальше, не почитал хищением быть равным Богу. И здесь слово хищением немножко непонятно нам, как нам понимать, не почитал хищением. Наиболее вероятный перевод этого слова, это означает, что он не почитал равенство Богу, то, за что нужно держаться любой ценой. То есть Иисус, будучи по сути Богом, будучи Богом, он не считал это тем, за что нужно держаться любой ценой. Он не считал это тем, за что он должен взять, сцепиться за свое равенство и держаться за это. Это дает нам понять, кем Иисус был на самом деле. Наверное, у вас бывало такое, когда вы были в компании людей, и вы общаетесь, есть какой-то человек, которого, к примеру, вы высоко цените, или он обладает каким-то высоким социальным статусом, и вы думаете, если бы вы знали, кто этот человек, если бы вы знали, кто он, то вы бы совсем по-другому посмотрели на него, посмотрели на его приход, если бы вы знали, кто он. И здесь этот текст показывает нам то же самое. Если бы мы только знали, кто такой Иисус, если бы мы только знали, увидели внутреннюю жизнь Троицы до воплощения Христа, мы бы по-другому посмотрели на его рождение. И для того, чтобы нам ясно увидеть чудо воплощения, нам нужно увидеть то, что было до воплощения. Для того, чтобы нам более правильно увидеть само воплощение Христа, нам нужно увидеть, что предшествовало воплощению, какова была мотивация Христа, Какие были его мысли? Потому что если мы посмотрим в контексте, мы увидим, что апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие были во Христе. И он дальше описывает воплощение. Бог как бы показывает нам здесь, какие чувства были у него. Мы можем заглянуть в сами чувства Бога. И этот первый стих, он поднимает нас высоко в небеса. Он показывает нам что-то, что мы не способны понять. Потому что даже как бы мы себе это не представили, как бы мы не вообразили себе, что Иисус был по сути Богом, как бы мы не представляли себе Троицу, мы все равно этого не поймем. Этот стих показывает, поднимает нас высоко в небеса. Но следующие стихи, они показывают, что означало для Иисуса родиться. До своего воплощения мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Иисус говорит, что «Отец, прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде создания мира». Когда Иисус воплотился, Он отложил некоторые свои атрибуты. Это не значит, что Он перестал быть Богом, но Он отложил некоторые свои атрибуты. Он отказался от права использовать их. И дальше мы увидим, что означало для Иисуса воплотиться. В седьмом стихе мы читаем, «Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Слово «уничижил» — это греческое слово, которое обозначает «опустошил», «опустошение». Иисус опустошил себя. Когда Иисус воплотился, Он опустошил себя. Для нас наше рождение — это не значит опустошение. Мы просто появляемся в мир. Когда мы рождаемся, мы рождаемся людьми, мы не опустошаем себя. Но для Иисуса родиться обозначало опустошить себя. И от чего Он отказался? Или, так скажем, что Он отложил в сторону? Он отложил в сторону то, что Он подчинил себя Отцу. Он, будучи по природе равным Богу, Он, будучи Богом, Он подчинил себя Отцу. Он делал только то, что Отец говорит. Будучи на земле, Он был полностью зависим от Отца. И мы видим это в Евангелиях. И еще очень важно, что Он отложил, или можно сказать, от чего Он отказался. Это от благоволения Отца. Почему? Потому что Иисус своей смертью понес на себе весь Божий гнев. Мы никогда не поймем, что значит для Иисуса умереть. Потому что в тот момент та связь, которая была в Троице между Богом Отцом и Богом Сыном, между ними произошло огромное разделение. Грех разделил их. Потому что Иисус понес на себе весь наш грех, весь Божий гнев. Иисус отказался от благоволения Отца, когда Он пошел на землю. Но куда важнее не то, от чего Он отказался, а то, что Он принял на Себя. Иисус опустошил Себя не только отказавшись от чего-то, но приняв кое-что. Он принял на Себя человечность. Он стал человеком. Может быть, кто-то видел такие ролики, есть такие видео, когда знаменитые футболисты, которые очень хорошо играют, это могут быть даже лучшие футболисты, они переодеваются в обычных людей, приходят на футбольное поле, приходят там, где играют просто ребята, не профессионалы. И за этим очень интересно наблюдать. Потому что мы знаем, кто этот человек на самом деле, но он надевает на себя какую-то другую одежду, какой-то другой образ. Он становится обычным, как все. И нам очень интересно за этим наблюдать. Люди принимают на себя какой-то образ. И Иисус принял на себя человечность. Далее мы видим, Он принял на себя образ раба. Что означает образ раба? Образ раба, этот термин раб используется в Исаии 53 главе. И это слово так и обозначает, что Он стал слугой, Он пришел, чтобы послужить. Когда Он пришел, Его рождение не было встречено человеческой славой, человеческим признанием. Его воплощение не было принято комфортом, аплодисментами человеческими. И дальше написано, что по виду Он был как человек. Это не означает, что Он только выглядел как человек, но не был человеком. Это означает, что для нас Он выглядел как обычный человек. Это означает, что если бы мы увидели Иисуса в толпе, никто бы из нас не сказал про Него, о, я думаю, это воплотившийся Божий Сын. Никто бы не сказал. Если бы мы увидели его в толпе, мы бы сказали, а, это же вот человек, который проживает в том районе, у него есть родители, он кое-где учился, он жил в этом городе, мы знаем, кто его друзья, мы знаем его род деятельности, он стал человеком. Это означает, что Он принял на себя, что Он по виду стал как человек. Давайте перейдем к следующему стиху, и затем мы перейдем к применению. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти на кресте. Нам до конца сложно понять, что для Иисуса означало умереть. Пока мы не видим то, что происходило до Его воплощения, нам сложно понять, что для Иисуса означало умереть на кресте. В Тимиртау есть, мы знаем пастора из Тимиртау, Игоря Андрейкина, он наш епископ, пастор, и они церковью выпустили одну песню, называется «Гефсимания», и там есть такая строчка, такая строчка, которая всегда особенно задевает мое сердце. поется от имени Иисуса, и Иисус говорит, «В первый раз я увижу, Отче, гнев и ярость в твоих глазах». «В первый раз я увижу гнев в глазах Отца». Мы видим, что Иисус был равным Богу. Он был равным, Он был по сути Богом. Что для Иисуса означало воплотиться? Он говорит, «В первый раз я увижу гнев и ярость в твоих глазах». Шестой стих, его также можно перевести немножко по-другому. И это также один из возможных переводов. Шестой стих, давайте обратим внимание. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу». Один из возможных вариантов перевода звучит так. «Хотя Иисус был равным Богу, Он не считал это равенство за тем, за что нужно держаться любой ценой». И другой возможный перевод говорит так. «Потому что Иисус был равен Богу, Он не считал это тем, за что нужно держаться». И это немножко меняет смысл, потому что, если стоит слово «потому что», «потому что Он был равен Богу», это означает, что «быть Богом» означает отдавать. Это означает, что «быть Богом» означает воплотиться. Это означает, что в воплощении Иисус показал нам сердце Богом, показал нам, что значит Бога, что значит быть Богом. И давайте теперь перейдем к тому, наверное, к самому интересному, что этот текст значит для нас. И я буду заканчивать, и затем мы помолимся. Если мы смотрим на контекст этого стиха, мы читаем четвертый стих, апостол Павел пишет, «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Мы видим, что Иисус не просто сделал это для нас, Он не просто воплотился ради нас и умер вместо нас. Иисус также приглашает нас, Он приглашает нас в этот путь, Он приглашает нас разделить этот путь с Ним и стать частью этого. Мы читаем, что в нас должны быть те же чувствования. Апостол Павел не говорит, что мы должны только поступать так, как сделал Христос. Он призывает нас к нечто большему, он говорит, что в нас должны быть те же чувства, те же чувства, что и во Христе. Он не говорит, что вы должны поступать, как поступал Христос. Он говорит, что вы должны чувствовать то, что поступал Христос, то, что чувствовал Иисус. И здесь вспоминается одна история. Это история из Евангелия от Иоанна, 13 глава. Давайте вспомним, что там было. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава. Это история, где Иисус мыл ноги Петру. В этой истории мы видим вот это описание, то, что написано к посланию филиппийцам, но только в действии. Потому что, читая послание филиппийцам, все равно немного остается немножко абстрактным. Мы можем представить себе равенство Бога, мы можем представить себе, что да, Он воплотился. Но все это остается для нас не более чем просто какой-то системой, чем какой-то схемой, чем философией. Пока мы не переходим к жизни Иисуса, где Иисус показал, что это означает воплотиться. И ученики пришли с Иисусом, они зашли в дом, и у них ноги были довольно грязные. Это не были чистые ноги. Иисус был уважаемым учителем, и по традиции Он не должен был омывать ноги. Иисус берет тряпку, берет воду, садится на колено, и говорит, Петр, я должен омыть тебе ноги. Я должен омыть тебе ноги. И какова реакция Петра? Как отвечает Петр? Он говорит, нет, нет, учитель, ты не можешь этого сделать. Реакция Петра такая, какая у нас реакция каждый день. Мы боимся, если всемогущий Бог, если великий Бог прикоснется к нашим грязным ногам, к нашим грязным частям нашей жизни, грязной части нашей жизни, которые мы прячем от всех. Мы боимся, если Бог встретится с этим. Мы боимся, если всемогущий Бог придет и прикоснется к тем частям нашей жизни, где столько грязи. Наша реакция такая Нет, Бог, ты не можешь этого сделать Ты же Бог И иногда это выглядит как смирение Вы знаете, что поступок Петра Он выглядит как смирение Со стороны он выглядит как смирение Он выглядит как будто Петр смиренный Петр сказал, нет, Иисус, ты же Бог Ты же великий Это выглядит со стороны как смирение Но за этим стояло далеко не смирение Мы знаем из характера Петра Что он был довольно самонадеянным И самоуверенным Иногда за нашей уверенностью стоит Не смирение, а самонадеянность Самоуверенность, тщеславие Гордость Но все со стороны Это может выглядеть как смирение Но Иисус знает Иисус знает, что это далеко не смирение И очень важно, что когда Иисус Пришел умывать ноги Петру Он не делал это с закрытым носом Знаете, когда Бог приходит в нашу жизнь Он не приходит к нам, как бы любит нас Но он, знаете, да, я пришел к грешникам Но так с закрытым носом подходит Как будто не хочет чувствовать наш запах Как будто это слишком грязно для него Нет Почему мы не хотим позволить Богу послужить нам? В чем причина того, что мы не хотим позволить Богу послужить нам? Потому что, во-первых, это может выглядеть как смирение Мы боимся, что Бог прикоснется к тем частям нашей жизни, которые мы скрываем К тем частям нашего сердца, нашей души, которые мы скрываем И самое главное, что позволить Богу послужить нам и омыть ноги Означает признать, что нас недостаточно Это означает признать, что мы нуждаемся в помощи Что мы нуждаемся в том, чтобы Бог послужил нам Это означает признать, что мы нуждаемся в том, чтобы Иисус пришел в нашу жизнь Это означает отказаться от самонадеянности. И если взять единственное, что я хотел бы, чтобы вы запомнили из проповеди, единственное, можете забыть все, что было сегодня, но единственное, что важно запомнить, так это следующее, что за нашим смирением должно стоять Евангелие. Всегда за нашим смирением должно стоять Евангелие. Только после того, как мы позволяем Богу послужить нам, когда мы позволяем Богу прийти к нам, омыть наши ноги, тогда за нашим смирением будет стоять Евангелие. Почему? Потому что за самим Евангелием стоит Божье смирение. Я скажу это еще раз, что за нашим смирением всегда должно стоять Евангелие, потому что Евангелие, которое мы имеем, потому что за этим Евангелием стоит смирение самого Бога. Бог пришел, чтобы послужить. И следующее применение, это, следующий способ применить это, это означает, что когда Иисусом мыл ноги, Он сказал, что я сделал это как пример, чтобы вы поступали точно так же. Я сделал это как пример, чтобы вы делали точно так же. Апостол Павел говорит то же самое. Я хочу, чтобы вы относились к людям так, как относился Христос. Что это значит для нас? Значит ли это, что мы должны физически сейчас встать и омыть друг другу ноги? Как вы думаете, значит ли это? Нет, это не значит. Вы знаете, что мы можем физически встать, омыть друг другу ноги, это будет выглядеть как смирение, но это не будет смирением. Что означает для нас иметь те же чувствования? Давайте вспомним, что означает для Бога воплотиться. Для Бога воплотиться – это означает заговорить с нами на нашем языке. Для Бога воплотиться означает заговорить с нами так, чтобы нам было понятно, кто Бог. И для Него это означает стать человеком, чтобы на себе прочувствовать, что значит быть человеком, чтобы на себе прочувствовать, каково нам. И давайте подумаем, как нам относиться к людям. Мы читаем, что апостол Павел говорит, имейте те же чувства, Относитесь к людям так, как относился к нам Христос. Это означает, когда мы общаемся с людьми, когда мы общаемся с каким-то человеком, нам важно, другими словами, понять его мир. Когда мы общаемся с ребенком, он нас не понимает. Если мы говорим какие-то взрослые слова, он нас не понимает. Нам нужно заговорить на его языке. И когда мы общаемся друг с другом, как мы относимся к друг другу? Пытаемся ли мы в разговоре оставить о себе впечатление просто? Пытаемся ли мы, чтобы после разговора с нами человек просто подумал о нас хорошо? О, это замечательный человек, он такой духовный, он смирен, он хороший. Пытаемся ли мы оставить впечатление? Или же мы общаемся, чтобы послужить? Пытаемся понять историю человека. Пытаемся понять, что говорит человек. И послужить ему. Как мы относимся к людям? Давайте подумаем сегодня о том, как мы относимся к людям. Следуем ли мы за Иисусом в Его воплощении, смерти и воскресении, когда мы общаемся с людьми? Или же, когда мы имеем дело с людьми, мы просто пытаемся оставить о себе впечатление? И для того, чтобы служить другим людям по-настоящему, за этим должна стоять Евангелие. За этим должна стоять Евангелие, за которым стоит смирение. Давайте мы сейчас слоним голову и помолимся. Отец, прости нас, что мы так часто... Мы живем, чтобы просто оставить впечатление. Господь, прости нас, что... Мы не умеем служить так, как Ты. И прости нас, что мы не даем послужить Тебе нам. Господь, мы нуждаемся, чтобы Ты послужил нам сегодня. Нуждаемся в том, чтобы Ты говорил к нам сегодня. Бог, мы открываем Тебе самые грязные части нашей души, самые грязные части нашего сердца, то, что не видит абсолютно никто, Бог. Мы открываем это Тебе, отдаем Тебе. Боже, сделай наши сердца мягкими, чтобы слушать других, чтобы любить людей по-настоящему, чтобы любить людей, служить людям. Боже, сделай нас такими людьми, сделай в нас такое сердце. Отдаем наши сердца Тебе. Поклоняемся Тебе. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. И всем спасибо, что вы были сегодня с нами. На этом наше собрание подошло к концу. И мы можем проходить, пить кофе, чай и общаться. Спасибо. 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 Спасибо.